всем привет с вами ваш переводчик а слухам и сегодня у нас тиан гарсия это один из моих любимчиков я думаю он один из самых лучших музыкальных блогеров досмотрите это видео до конца и вы поймете почему также не забывайте подписываться на наш телеграм там я публикую запрещенные реакции и заставки всем приятного просмотра я только что посмотрел грешную страсть и я сделал запрос в академию испанского языка чтобы внедрить новое слово в испанский словарь и это не слова тема сяду а слова машину это слишком много слишком пробую объяснить в испанском языке есть слово дема сяду которая переводится как слишком много тем предлагает внедрить музыкальный термин который будет называться дима шиадо так как димаш это всегда слишком много для него это реакция на димаша с песней грешная страсть всем привет меня зовут тиан гарсия я преподаватель по вокалу и продюсер и сегодня передо мной стоит задача она не то чтобы монументальная она невыполнимая задача состоит в том чтобы попытаться описать певца который является аномалией вокального мира я до сих пор не могу очухаться от песни со с прошло много дней и я обнаружил что я возвращаюсь к этому видео и уверяю себя что этого не было и все таки это было благодарю вас за несметное количество комментариев я расскажу больше когда сделаю эту реакцию на песню грешная страсть я слушал эту песню на спотифай но сейчас будет моя реакция на живое выступление димаша и 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 реакции. Если я не буду останавливать, у меня будут проблемы с ютубом. Во-первых, в этой песне я кайфую от многогранности Димаша, ведь он сейчас не на конкурсе. Поэтому это более артистичный Димаш. В моих двух последних реакциях он выступал на конкурсе. И на конкурсах главное произвести громадное впечатление с самого начала. Достать мачете и раздать всем звездюлей. Сразу же накидать шапалахов. А тут другой случай. Здесь он начинает с регистра баритона. Очень-очень сладко. Много текстур и резонанса в нижнем регистре. Прекрасный мужской голос. Напоминает мне певца другого жанра. Похожая текстура у Майкла Бубле. Я могу послушать две или три песни только в этом регистре. И здесь Димаш звучит очень эффектно. Если бы я не слышал его до этого, а услышал бы только этот отрывок от него, я был бы уже очарован. Потому что он произносит фразы с такой мощной экспрессивностью. Не обязательно петь высокие ноты, чтобы выразить особенную эмоцию. Это очень сложно. И только великие певцы способны делать такое. Я обожаю баритон Димаша. Мне нравится этот непринужденный тон, как он берет эти ноты. Вот прям здесь. Это вокальный фрай. Вокальный фрай наиболее распространен среди поп-рок певцов. Бона из U2. В песне With or Without You там много вокального фрая. Также поп-певцы, как Бритни Спирс. Многие современные певцы используют вокальный фрай. Они погружаются вглубь нижнего регистра и вытягивают его вверх. Это очень эффективный прием. Что мне нужно, только ты одна. У меня вопрос к Господу Батюшке и природе Матушке. Вы и так одарили этого парня невероятным голосом. Ом-баритон, тенор, контр-альто, мецца и сопрано. Можно же было сделать его, хотя бы чуток, не таким красавцем. Но нет же. Этот парень выглядит, как греческий бог. Прекрасная вокальная текстура. Баритон Димаша. Вот я прям люблю, не могу. Хочу слышать больше его песен в таком регистре. Потрясающее сценическое мастерство. Сейчас более классический. Ночью и днем сгорать в костре в грешной страсти. Ох. Невероятно. Ночь замкнула ресницы. Боже мой. Если бы вы слушали только звук и не видели бы этого видео, и не знали ничего об этом выступлении, вы бы предположили, что после баритона на сцену вышел контр-альто, и они поют дуэтом. Димаш поет дуэтом самим собой. С одной стороны, Димаш баритон. А с другой стороны, Димаш лирический тенор или контр-альто. У него такой насыщенный тон в любом регистре. Как ни крути. Будь это низкий сопрано, или средний контр-альто, или высокий тенор. Резонанс и плавность вибрато показывают, как легко для него петь эти ноты. Сейчас он тенор. Это как плач. Я еще раз хочу напомнить вам, что я уже слушал эту песню на Spotify. И сейчас я делаю реакцию на живое исполнение этой песни. И пытаюсь проанализировать, что, как и почему. Но бывают такие моменты, когда просто хочется закрыть рот. Или наоборот, открыть его от восторга. И просто наслаждаться просмотром. Я уже знаком с мелодией этой песни. Как он возвращается назад. Он поет здесь, как оперный тенор. И потом отступает назад. Ты вернешь меня из песни в этот мир. Только ты одна. Это словно плач. Послушайте. Скорость этой импровизации. Скорость и гибкость позволяют понять, насколько расслаблена его гортань. При воспроизведении этих нот он много работал над собой. Дай мне, дай мне Долгим огнем плылать в угле и в бедности Дай мне, дай мне Ночью и днем сгорать В костре грешной страсти Я сделаю паузу, потому что знаю, что сейчас будет. Ох уж этот парень. Невероятно. Опять он поет дуэтом с самим собой. От лирического тенора или контр-альта, где все настолько нежно. И минимум голосовых атак до драматического тенора. Все эти классификации основаны на природном резонансе певца. И в этом вся необычность данного человека. Очень сложно отнести его к какому-либо регистру. Многие скажут, что он тенор. И я сам так скажу. Возможно, лирический тенор. Я скажу, почему я так думаю в конце этого видео. А сейчас нам всем будет секир башка. Субтитры сделал DimaTorzok Это тот самый момент, когда я уже не знаю, что вам сказать. В один прекрасный день к нам прилетит вот такое чудо и спросит, где мы, брат Димаш? Нам пора возвращаться домой. Это необъяснимо. Просто непостижимо. Все, что я вам говорил. Все это имело смысл вот до этого момента. Это словно иметь на руках инструкцию, которая бессильна. Перелистай хоть все страницы. Такого пункта попросту нет. Это полный апош. Мы не знаем, что делать. Еще никто из человеческих созданий не делал нечто подобное. Еще и эта красивая, неземная, возвышенная, ангельская мелодия. Субтитры создавал DimaTorzok Я попробую объяснить этот технический момент. Доказательство в том, что даже когда он поет очень и очень высоким головным голосом, вибрато, которое мы слышим, оно повсюду. Оно такое легкое. И это говорит о том, что для него воспроизводить эти ноты так же легко, как и для нас, разговаривать. Может быть, не настолько, но думаю, что-то наподобие того. Потому что у него такой витающий голос. Его голос будто имеет крылья, как орел, парящий по небесной глади. Голос, который летает так высоко, практически без каких-либо усилий. Это же так впечатляюще. Вот что нам сейчас делать? Плакать или смеяться? Эй, певцы, нам пора в отставку. Или писать новую книгу про пение? Он творит тут что-то сумасбродное. Мы говорили о вибрато, о колебании тона. А сейчас он что делает? Хотя у меня есть этому название. Это вокальная техника, которую я никогда не использовал. Да и по сути в этом не было нужды. Это другой тип вибрации, которую я бы назвал тремоло. Колебания более медленные, и они постепенно становятся быстрее и быстрее. Требуется недюжинная мера гибкости, чтобы сделать такое. У вибрато одна скорость, а у тремоло другая. Ну кто так поет? Ну кто так еще поет? Дай мне дай... Это ж все. Приехали. Давайте, давайте. Все по домам. Когда я слушал аудиозапись, я сказал про себя. Да не может быть. Они по-любому монтировали это. Делали несколько подходов, чтобы это звучало вот так. Но нет же. Он поет так вживую. Он сделал смену тональности. Песня в ля миноре. Потом поднимается на полтона выше. И этот парень делает смену тональности, и доходит до ноты си бемоль. И прежде всего, это же просто нереально. Просто издевательский. Высокая нота. В смешанном белтинге. Нам следует выписать ему штраф. Штраф за превышение человеческих возможностей. Вот зря ты это сделал, Димаш. НАСА уже выехала за тобой. Потому что ты не человек. Я даже не знаю, что еще сказать. Походу, нужно просто заткнуться. Или сидеть с открытым ртом. И попытаться поглотить это. А точнее, переводить. Для меня забавно, что эти люди, которые аплодируют, они не выглядят потрясенными. Я думаю, возможно, они просто не верят в происходящее. Как и я, когда в первый раз слушал Димаша. Я подумал, вау, он великий певец. А через пару дней я подумал, он очень-очень хороший певец. И потом в один прекрасный день до меня доходит. Боже мой, это же сумасбродный певец. Просто не можешь поверить в это. И это не Димасиадо. Это Димашиадо. Димашиадо. Это новый музыкальный термин, означающий слишком много. Вот так произошло со мной, когда я слушал его песню. В какой-то момент весь мой музыкальный интеллект отключился. И я уже слушал его не разумом, а своим сердцем. Вот тогда-то я и понял, что он музыкальный уникум. Он — это поворотный момент в истории музыки. Ещё много людей, особенно в этой части света, не знают о нём. Ещё много людей не знают, что есть на Земле певец такого калибра. И он среди нас. Этот человек установил новые стандарты величия в вокальном мире. И вот это выступление — это прямое доказательство. На наших глазах происходит очень важный момент в истории музыки. Просто представьте, как повезло людям, которые вживую слушали Моцарта и Бетховена, когда те давали концерты. Они видели творческих гениев такого калибра. В категории экспрессивного пения он самый неординарный певец. С того момента, как люди начали записывать певцов на аудио, с момента появления аудиозаписи, Димаш — самый необыкновенный певец. Это не означает, что он должен быть моим или вашим любимым певцом, потому что это уже дело эмоций. Но если бы пение было олимпийским видом спорта, первое место было бы у Димаша, а второе место плелось бы в двухстах метрах от него. Там была бы целая куча атлетов, которые глотают пыль и соревнуются друг с другом. И где-то далеко-далеко стоит Димаш, обгоняющий эту толпу на несколько кругов вперед. Он просто вне соревнования. Невозможно сравнивать то, что делает он, и то, что делают остальные певцы. Его вокальная гибкость и абсолютное владение каждым регистром. Может быть такое, что вам не нравится, как он звучит в определенных регистрах, или как он поет, какие-то моменты. Но это не меняет того факта, что с точки зрения музыкальности и техники мы просто не знаем больше никого другого, кто может петь вот так, почитав комментарии с прошлого видео, где мы писали о других певцах. Но никто из них не может охватить все регистры, как это делает Димаш, с таким же мастерством и легкостью. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы теперь понимаете, почему я так люблю реакции Тиана. Всех люблю, всех обнял. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин